Здравствуйте, здравствуйте, снова. Ну что, дождь, не очень хорошая погодка. Сегодня настоящее Рождество, и Алла сегодня ничего делать физически не будет, а будет ехать в парикмахерскую на педикюр. Я вам покажу, потому что я хочу сегодня на своих ногах использовать, вернее, испробовать там новое, есть такое средство, ну как новое, оно уже не новое, я первый раз буду делать, это горячий воск. Ну, я вам все это покажу. Так что, сейчас завтракаю, потом не знаю, что... Ого, смотри, сколько воды налило, полное ведро. Дождевая вода, что-то аж запенивалось. Я этой дождевой водой поливаю цветы. Здрасте, вот он, услышала, Луша, вышла. О, громче, можешь петь? Ой, потягусики, ой, ледаще, ой, ледаще. День начинается с Мартына. Мартыша, я смотрю видео того года, какой ты худой был, а ты прямо сейчас красавец, повзрослел. Девы говорили, что у него там где-то возле хвоста шерсть вылазит. Ничего, у него шерсть шикарная, да видите? У него немножко тут, вот это вот, как это болезнь возле ушек, а так у него вся шерсть, ого-го, шубу можно сшить, да? Да, все, иду завтрак, я тебе что-то дам, конечно. Так, сейчас перед парикмахерской заеду в гараж, потому что люди ставят машину. Цена, во-первых, смешная, так лежу, пустой не был. Это Димкин когда-то друг был. И за гараж не заплатили. Мне вчера позвонили, что тетя Алла, заплатить, пожалуйста, взносы. Я говорю, конечно, заплачу, но до 1 января там все, Ростов, мы с ними всякие эти. Людей куча желающих, чтобы ставить машину в гараж. А эти не спроможны даже заплатить, как говорится, годовой внесок. Так что сейчас быстренько заеду в гараж и потом уже поеду на, как она называется, парикмахерскую. Дороги, вы видите, сами дождь, пырище, снегу нема. Такие Новые годы, Рождество такое. Некоторых людей засыпало снегом, а у нас вот такая печалька. Ни снега, ничего. Ну ничего. Это не первый год, так что мы уже привыкши к этому. Я вам уже показывала наши гаражи. Не знаю, яма тут так и есть, конечно. Что тут поменялось, я не знаю, в цех гаража. Сейчас я вот проеду. Видите, заезжаешь, центральный въезд, потом поворачиваешь сюда. И у нас гараж вот сейчас. У нас в очень хорошем месте. Вот красный гараж, самый высокий. Вот он, что написано, продам. Это наш гараж, видит он. Просто мы написали, продам вдруг кто-то, видите. Только телефон написали, не тот, что нужен. Телефон Сашин, а Саши близко нет. Гаражи как гаражи. Не знаю, никто ничего не бурья, не вырывает, ничего. Ну, сидят там они, с фондом дежурят. Я не знаю, что они там дежурят. Ну, за аренду, конечно, у нас электричество, вообще мы ничего в гараже не делаем. Тут есть гаражи, которые целые мастерские. Ремонтируют тут все. А у нас что? У нас гараж да гараж. Будка да будка. Видите, вот так, вот так заезжаешь. У нас хорошо, что прямо вот, ой, я проехала, уже забыла. Я забыла, где здесь какие выезды. Тут уже так давно не была в этом гараже. Мы когда квартиру купили, один гараж купили, потом второй. А потом этот купили, хороший, он такой, знаете, цельно сваренный. Там металл очень толстый. Классно. Не вот эти вот ракушки, которые у гаража у нас, плавательный с них. А именно такие, знаете, толстый гараж, хороший металл. Потому что поэтому сейчас быстренько сбегают. Такая вот будка. Видите, даже пластиковое окно поставили, чтобы тепло было. Ну, понятно, что вот эти машины, которые стоят, наверное, уж это все ихний левачок, как говорится. Ну, это ихняя проблема. Идемте. Оказывается, мои дорогие, хорошо, что я не позвонила этим людям. Они заплатили 20-го числа еще за гараж. Это просто, как говорится, председатель с бухгалтером мне созвонился. Говорит мне, ну, я сделаю бухгалтеру втык. Почему она мне дала вас в списках? Говорю, не знаю. Я уже деньги застала. Говорит, так не надо. У вас все упрочено. Так что здесь нормально. А то, я думаю, господи, так за чисто символическую сумму ставят в гараж. Нормальные такие ребята, муж с женой, хорошие все. И даже у нас был договор, что взнос вы платите. Ой. Вот видите, под мостом машина стала одна. Все, и уже образовалась пробка. Похоже чем-то уже на Киев, да? Ну, на большие города. А, он поломался. Так, а что этот не объезжает, непонятно. Он поломался, на варилку включил кран. Не хочется справа можно объехать, когда тут лужа большая. Ну, там такие ямы, что мама не горюй. Ну, это опасно обгонять, потому что там встречная. Идет, и идет, и идет с под моста. Там не проедешь. Блин, разворачиваться через... Я еще хотела через Занасы поехать. Что-то есть водитель непонятный на 99-й. Тут-дю-сю-дю, тут-дю-сю-дю. Ну, разворнуться хочешь, молочишь. Гляньте, поехал и машина. А вот, как говорится, на хитрого еще хитрее есть. А там машина вперед поехала. Вот никогда не надо рыпаться. Вот смотри, видишь? Ага. А теперь будешь ждать, пока все проедут. Мучился, мучился. Аха-ха-ха. О, все, едет за мной. Ну, надо спешить. Никуда, смотри. Тем более, видите, тут такой опасный поворот. Ты не видишь вообще, кто оттуда выезжает, как выезжает. Поэтому лучше... О, это техника большая, смотрите, какой эскаватор. И еще какая-то штучка едет. А, этот мужчина, видишь, даже молодец. Молодец. Дорлидер. Он даже пошел, хотел разрулить эту ситуацию. Видите, он сейчас залезет в машину. Машину, чтобы полицию не вызывать. Он хотел эту сторону перекрыть, чтобы машина проехала. Все нормально. Вот так. Молодец. Тоже так можно делать, а что не. Небо. Вчера такое небо было темное. Дождь нагнала, и сейчас. Небо темное. Вот сегодня же выходной, а машин полно, смотрите. Ну, давай, давай, поворачивай, поворачивай. А здесь не повезло. Поезд идет, он красный сигнал сетопора. Все, будем стоять, ждать. Вот так вот, поэтому надо раньше немножко выезжать. То, 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 то. Это дорога, поэтому тетюлька-тетюльку выезжать нельзя. Откуда ж поезд? Что-то я поезда не вижу. Это с Дармаша тут тягают на центральную дорогу. Так, очень далеко, что он решил подъехать. Сейчас и мы подъедем чуть-чуть. Вот, даже уже здесь на... Такий генделек, вот это справа был. Смотрите, какой построили продуктовая мережа. Каву продают, сэндвичи. Вот, пожалуйста, культурно, красиво все. Молодцы. Видите, вон поезд впереди. Вагоны на Дармаш потянул. Не знаю, что они там будут загружать. Но это вот так вот на Дармаш. Мимо Дармаша, мол, завод еще может идти. Еще линия туда идет аж на... Ну, там частная фирма, я думаю, это не туда вагон. Это на Дармаш все-таки. А что они там в этих вагонах везут, бог его знает. И постоянно вот здесь такое. Считаю, что через центральную часть поезд ходит. У нас нет в городе ни одного подземного перехода, ни одного надземного перехода. Все вот это понарисовали, зебру и все. А возле рынка там такое движение уже, господи, что нужно обязательно, чтобы была подземка или надземка. Все, видишь, прошел поезд. И сейчас тут недолго. Все, сейчас включается сигнал. И мы едем. Так, сейчас придется немножко обрезать. Я заезжала в магазин. Обрезать, обрезать, объезжать, а не обрезать. Я уехала на водоканал. Ух ты, ух ты, погальманка. Как-то неожиданно. Там зеленый свет там загорается. И тут пешеходам. Так, давай, я проезжаю, у меня там правый ряд перестроится. Давай, давай, давай. Вот так. Потому что там нельзя налево. Придется сейчас немножко. Покрутякаться. А нет, там уже направо я там развернусь. Все, едем. Машин мало. И людей мало. О, в багажнике уже мужчиночка сосенку везет. Неплохая, зелененькая такая. Неплохая сосеночка. Давайте ближе вправо. Они телепаясь, телепаясь. Тут раз, развернулась и крутнулась, и поехала. А так далеко сильно ехать. Там аж за памятником вечно живых разворачиваю. А тут сейчас я вот так вот, как говорится, ход коня у нас сделаю. Если там не будет машин. Сейчас я раз. И крутлюсь здесь. Вот так. И налево. Вот так. И выйдем. И уже приехали. Салон красы. Тут ничего, мы не нарушаем. Все нормально. Давай, проезжай. Перекрасно, кто направо ворачивает. Не надо бахать. Здесь, там, потому что нет места. Вот так, все, приехали. Тут у девочек уже Новый год. Все украсили красиво. Здравствуйте. Видите, какой щирый Дед Мороз стоит. Приглашают все. Заходите, наводите красоту. Красиво, правда? Какая у него борода благородная. Видите, какая. Здравствуйте. Красивая арка, девочки. Уже Новый год. Тут у них массажи всевозможные. Тут у них есть, вот это вот, знаете, ванная, как я ходила. Ну, там, наверное, нужно спросить, можно показать или нет. Вот здесь все. Тут очень много. А, можно, да, покажите, пожалуйста. А то я не знаю, говорю, можно. Там не столько, здрасте, не дадут вам покушать. Просто, не только водолечебница, а здесь есть такая ванная. Вот вы приходите. Ну, вы можете найти, есть в фейсбуке у меня есть там. Вот ванна, видите? Раздеваетесь. Ну, это получается уже кузик. И потом под давлением мы прорабатываем тело человека. Убираем отеки, повышаем. Ну, и водолечебница ходила, извините, в такую вот. Ну, там уже, конечно, чуть не такая. Ей уже лет как мне. А здесь, видите, все. Ну, я, водолечебница, мне было больно. А вот Лена говорит, что у вас тут не больно. Там 15 минут. Мы индивидуально, мы работаем полчаса, 40 минут и час. Поэтому для каждого клиента индивидуально подбирается сила давления. Это очень важно. Потому что кому-то нужно делать на максимальных атмосферах с самой жесткой насадкой, а кому-то наоборот. Минимальная атмосфера и насадка самая мягкая. Поэтому в зависимости от показаний, противопоказаний и, как бы, учитывая ваши пожелания, мы работаем. Мы добавляем природные препараты на основе бешефита. Вот я пользуюсь, допустим, хвойные экстракты, кепидарли. Ну, и, в общем, опять же, это показания, противопоказания. В зависимости от того, какую проблему хочет решить клиент, мы свои рекомендации тоже даем по этому поводу. И потом мы, учитывая все вот эти вот моменты... Плюсы и минусы, да? Да, приходим в компромиссу и работаем, но без компромисса в результате. А скажите, пожалуйста, значит, к вам нужно приходить с направлением доктора или нет? Ну, направление доктора для меня будет важно в том случае, если есть у клиента какие-то вопросы, и я сомневаюсь. Противопоказания в смысле? Да, я медик. Поэтому, если мне это важно, если клиент сомневается, я направляю. Спасибо большое. Может, поэтому мне было больно? Потому что там, например, там один напор был, то есть там ничего не менялось. Поэтому мне было больно, ужасно. Нет, очень индивидуально и препараты подбираются, с учетом даже восприятия запаха. Спасибо. Даже вот это. Спасибо. Я смотрю на внешне то, что я могу увидеть. Я вижу отечность, также я вижу варикоз. Насколько он глубокий, насколько клиента эта проблема беспокоит, он тоже не осведомлен. Если есть противопоказания, допустим, к каким-то процедурам, я обхожу эти места. Если есть противопоказания вообще к процедуре гидромассажа, мы даже можем отказываться. Ну, вообще, если приходит человек, что нету там таких серьезных, то можно даже без, тут же ничего страшного нету, например, да? Без вопросов. Без вопросов. Вы в море купаетесь, купаетесь, где-то там… Да, 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 волна, да, 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 да. Понимаете, волна, мы это делаем. Ну, я скажу, что хорошо, я полгода походила, это мне очень помогло, конечно. Вот то, что связано с водой, очень помогает. Спасибо. И моменты энергетики, где-то там активная энергия смывается, тут же все взаимосвязано. Где-то биоэнергетика, где-то там воздействия уже непосредственно массажные, это идет восстановление иммунитета, потому что мы на лимфатическую систему даем нагрузку, а лимфатическая система – это, собственно, есть наш иммунитет. Поэтому, учитывая все рекомендации, если клиент их учитывает, то это очень мощное оздоровление и, естественно, эстетический момент на лицу. Спасибо большое. Знаете, вы развеяли миф, говорят, ну, а там в частных клиниках они ничего не понимают и делают то, что они не хотят. Это говорят водолечебницы. Все, спасибо вам большое. Видите, приходите, пожалуйста. В водолечебнице ко мне очень много клиентов пришло, цены у нас разнятся, но они готовы платить, потому что… Ну, конечно, да, 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 да. Но цену вы узнаете, я думаю, а что у вас тут темно, извините? Это у нас массажный кабинет, сейчас мы так быстро работали. Вот, это мой кабинет массажа, ручного массажа, я тоже провожу и эти сеансы. Вот, стол с подогревом. Это полумрак специально, да, так? Да, это для того, чтобы такая вот… Ну, есть вариант вот так вот, так я осматриваю человека, а есть вариант работы, это когда вот так мы работаем. Чтобы расслабился. Расслабляется, расслабляется, здесь очень такая уютная атмосфера, вот, приглушенный свет, поэтому клиент может максимально расслабиться. И мы уже здесь прорабатываем какие-то проблемы непосредственные, допустим. Вы можете свет включить, а то сейчас я расслаблюсь и усну тут, она же видна. Ну, такое у нас бывает. Ну, да. Вот, поэтому тут как бы, ну, это такой подогревник, ну, да, замяненький. Мы закрываем, потому что индивидуально. Широко. И тут можно покупаться вот сразу. Здесь покупаться после принятия, допустим, тоже я делаю упор на натуральные препараты. СПА-процедуры у меня проходят с использованием той же ламинарии, тех же, опять же, натуральных препаратов. Это, может быть, бешофит, ну, в общем, лечебные грязи, которые вне здравниц, они в салонах не очень применяются, потому что натуральный препарат, он не дезодорирован, не ароматизирован, та же грязь, она поменит сероводородом. Но я делаю упор на лечебный эффект. Поэтому он есть, и поэтому вот после этих процедур здесь происходит... Кстати, вот, пожалуйста, вам, вы можете почитать прескурант, да? Это я так считаю, что это прескурант, да, что где заключается. Ничего, не все открыто, никто не... А что вот это вот такое? Это емкость с жидким азотом. Применяется очень хорошо, поднимает местный иммунитет кожи. Подтяжка, выравнивание цвета. Поэтому у меня были клиенты, когда я начинала работать с 202 килограмм, и мы доходили до 120, и при этом провисаний не было. А я думала, это бородавки удалять, знаете? Это тоже, в косметологии это, в принципе, вещество применяется, мало в каких областях медицины оно не применяется. Это и гинекология при жирной ручке. Ну да, да, да. Это и дерматология, те же там родинки, папилонки, бородавки и так далее. Это и, допустим, косметология в плане, ну вот по телу, да, это тот же какой-то микропилинг там и так далее. Вот, и, собственно говоря, лечебный эффект, допустим, послеродовые там, вот эти вот провисания, там идут гормональные изменения. Вот этот вот эффект, это безвредный, проверенный 40-летним опытом использования в медицине. Ну, то есть пользоваться, опять же, умело. Ну, конечно, сами не покупайте такие баллоны, это ничего не даст вам, да. Нет, нет, ну, индивидуально ты уже видишь кожу пациента, ты уже видишь тоже, опять же, учитывая показания и противопоказания. Эффект очень-очень меня устраивает. Радует, да? Да, при, ну тут уже мое, как бы, при применении разумном у него нет побочных эффектов. Включается защитный механизм организма, и организм использует свои же резервы в свое же благо. Мы ничего не вводим. Температура минус 196. Обалдеть, смотрите. Вот так вот. А если туда палец засунуть? Пожалуйста. Не, ну ничего. Знаете, мне все время говорят, зачем, куда вы сунете, а вдруг-то вот это... Я же тут предупредили, да. То есть у вас даже можно похудеть, получается. Причем запросто. И я не просто работаю массажем, это будут рекомендации, которые даваться будут в разных направлениях. Не только массаж там. И еда, питье, можете на ручку. Ой, какой холодненький, классный. Классный. Вот так вот тоже мы работаем и по лимфатическим. Закрывайте, а то выйдет. Не, не так быстро выходит. Мы еще периодически и работаем. И активизируются лимфатические узлы. То есть они начинают функционировать массажем. Мы продавливаем, опустошаем их. Потом вот температурным воздействием не простужаясь, чтобы клиент не волновался. Это резкий холод вызывает спазм сосудов. И начинается вот функционирование лимфатических сосудов, лимфатических узлов. И начинается вот перекачка лимфы, восстановление иммунитета. Потому что лимфа в норме, она уничтожает вирусы, бактерии, свободные радикалы, они же онкоклетки. То есть самоочищение, самооздоровление организма. Вот с помощью вот этих средств. Главное, не больно. Это не больно. Да, массаж это больновато. Знаешь, второй раз, когда делаешь, когда разминают, это больновато, честно говоря. Ну, как сказать. Если мышцы не нагружены, они реагируют на усилия, как на... Ну, я за себя говорю. Да, я за себя говорю. Да, ну тут опять же все можно дозировать. Все это дозируется с учетом индивидуального восприятия клиента, с учетом его проблем. Все это идет индивидуально. Сказать, что... Спасибо. Я под видео дам ссылочку этого прекрасного. Спасибо вам большое за информацию. Вы видите, не надо бежать сразу к доктору и пилюльки мешками кушать. Можно, извините, вот моя Лиля. Ой, Лиля. Леся уже совсем наслушалась. Мне даже повозили палочкой по руке, так хорошо. Возьмите. Спасибо большое, да. Даже надо не только в развитие IT. Ну, так надо же... Здравствуйте. Там же можно похудеть, сказали, понимаешь, очень сильно. Ой, какая у вас елка красивая. Здравствуйте. Можно я елочку вашу покажу? Я клиента не буду. Смотрите, какая красавица. В лесу родилась елочка. И тут тоже маленький Дедушка Мороз. Здесь косметическое, здесь парикмахерский. О, какие шары красивые. Ночью включается тут она. Она ночью включается. Красивая. В лесу она росла. Зимой и летом стройная. Зеленая была. А, это не сами шары. Декупаж. А вот на цветок повесили. Видите, как красиво у меня пропало. Здесь красота. Так, ладно, пойдемте дальше. Тут тоже салон красивый. Тут можно сделать прическу обалдевающую. Ну, а это тут зал для педикюра. Вы тут уже были. О, какой красивый у вас цветок. Что это, Лиля? Лиля, что такое? Мне имя менять. Что за Лиля? Нет, ты слышишь? Не знаю. Ой, красивый. Можно вот здесь тихонечко вот этот украсть и поставить в воду. И он вырос. И там какой красивый, такой мягкий. А, кстати, он рос с травом, а потом мы его обрезали и он такой... Да, 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 да. Так, все, задача есть. Ух ты, а кто-то вас следом укрывает. Не, мне так жарко, что вообще... Посмотрите, этот цветочек, который он говорит, он цветет уже. Ему не хватает здесь ни коры, ничего. А смотри, какой он сильный. А я со своими теми двумя вожусь, вожусь и никуда. И сейчас тут прелесть. И свет вроде как у меня. Так, все, я раздеваюсь, ваша Лесенька. Так, сегодня мы вот этой машиной мы сегодня будем делать процедуру. Вот это. Но я об этой машине расскажу потом. Сейчас мы начнем делать обыкновенный педикюр. Аллочка сядет на это кресло и будет здесь сидеть. Раздеваюсь. Так вот, лежи себе в кресле, балдеешь. Можно спать. Ну, мне не спится. Я то-то-то-сё с Лесей разговариваю. Не холодно здесь, тепленько. Еще плед приготовлю. Под этим пледом вообще уснуть можно будет. Зачем мне плед? Не надо мне плед. Окно, все видно. То есть, вообще-то в салон приходишь и ни о чем не думаешь. Не думаешь о том, что у тебя там на плите что-то сгорело. Не думаешь о том, что какой-то гадость тебе пишет в комментариях или кто-то там, знаете, не любит тебя. Здесь приходишь, забываешь обо всем и отдыхаешь. Просто отдыхаешь. Что мы сегодня и сделаем, да? Надо любить себя. Все равно говорим, что надо себя любить. Кто бы сказал. Начинайте с сегодняшнего дня. Просто-напросто с сегодняшнего дня. Тут слабенький Новый год. Четыре звезды висит. Ну ничего. Цветочек красивый. Надо будет взять корешочек. Тихонечко. Джинь. Там есть маленький. Вазочку поставлю. Вон мальчик, видите, ждет маму. Ну, ух, спрятался. Ну, мальчик уже большой, не плачет. А, как обычно, нужно без детей. Шермочка здесь. Там тоже кресло. Есть два кресла педикюрных. Все в таком, знаете, каком-то стиле. Здесь вроде китайский стиль. А здесь какой-то купеческий. Красивые такие орнаменты. Смотрите, какие лепки. Гласси-лампа. Перчатки. Маска. Единственное, что шапочку она не одевает. Очки не хочет. Очки есть, но не одевает. Ну, вот такое дело. Ай, как хорошо ногти. Он, смотрите, в тазик поставил. И балдеж. Ай, тепло. Ну, знаете, вы сказали, а там можно же ногти самой срезать. Да, конечно. А если уже живот не позволяет резать. Я шучу, конечно, за живот. Но факт то, что вы так пятки не обработаете. Так вы не повырезаете углы. Если не надо такие углы, что просто коровы, это только нужно, чтобы делала лесси. Лесси. Ты очки принесла? Я говорю, ты работаешь без очков. У нее есть очки, но она не хочет их одевать. Я им веду очки, для того, чтобы не попадала вот эта пыль. Покажи нам, что ты мне делаешь. Покажи, покажи, лисунечка. Расскажи, что ты туда ложишь. Так покажи мне, пожалуйста. Я же хочу, чтобы... Да, он должен раз. Так ты же покажи, какой ты кусок положила. Большой. Лессе, конечно, видишь, она за массаж рассказали все. Она сказала, большой кусок. Понимаете? Большой кусок парафина она положила. Свеча где-то набрала. Квадратный, не круглый. Так, извините, кто-то звонит. Так, пока Лесси этим занимается, вот в эту коробочку она положила такой кусочек этого. Парафина. Парафина похож, знаете, на что? На коробочку. Из-под чего бы вам сказать. А, вон она стоит, прозрачная коробка. Такая полная она была. Полная вот такой брикетик парафина. Белого, не цветного, обыкновенного белого парафина. Она положила в эту коробочку, чтобы оно таяло, потому что оно долго тает, а у Лесси по времени все рассчитано, потому что много-много сильных клиентов. Ножки красивые, малые. Такие пяточки стали мягенькие. И, боже, все тут повычищало, Лессичка, мои колечки. Сразу так хорошо. Ради этого надо ходить, чтобы ножкам сделать праздник. Это не мясник, это Лесса в черных перчатках. Ла-ла-ла-ла. Ножки по дорожке. Волшебная коробочка у меня возле ног. Ой, тепленькая она такая. Зимует особенно хорошо. А, так выглядит. Она мне нанесла скраблеса на уписке, специальные такие есть приспособления. Ну, вам это не надо, вам все это мастер будет делать. Нанесла скраб, и потом туда мы ногу засунули. Я смотрю, она будет меня еще заматывать. Знаете, как мы грудку с вами варим, чтобы сочная была, мы варим ее в пленке. Так и Лесса, да. Такая коробочка. Ну, это не Лесса сделала, это у них такое, ну, в смысле, приспособление? Нет, оборудование. Оборудование, да. Вы посмотрите, что там на улице. Вы видите, какая туча? Туча, туча, очень большая туча. Все, давайте. Давайте. Давайте, Леся, как тебе учиться? Ненаверно. А так ты мне ногу завернешь в пленку? Конечно. Все, вы посмотрите. Я думала, я прямо туда, давай я прямо туда всуну, Леся. Я уговорила, Леся. Не боимся. Ой, тепленькая. Горячо? Нет, хорошо. Хорошо. Я делаю себе восковые туфли. Смотрите, видите, как у меня нога. Потому что мне как... Видите, какие у меня туфли красивые. А теперь как сопротивляемся, чтобы я начну? Сопротивляюсь. Сопротивляюсь, Леся. Сопротивляюсь страшно. Без пленки было красиво. У меня были туфельки красивые, Леся. Оно потом слепком снимется. Да? Это как хорошо я буду... На руках даже отпечатки получаются. Заберем туфельки свои. Ну, все, такое, Леся у меня завернешь. Оно тепленькое. И так вот чувствуется, как оно даже немножко сразу с пленкой контакт, как будто бы такое горячеватое. А сейчас просто тепленькое уже все. Вот она делает, только у меня варежку сделала. Ну, я вам скажу, что не надо пробовать делать самим это, потому что... Ну, этим нужно заниматься Мася. Потому что сейчас все бегут в магазин, покупают парафиновые свечи и начинают... На свечной заводик начинают... Опача! Оп, все. Все, одна нога у меня есть. Ой, тепленько, хорошо. Надо было предупредить, я взяла калоши-то домой, поехала. Да я сейчас больше одену. Не-не, я переночевала бы, а завтра бы сняла. Они молочатся. Да не, нормально. Не, мы больше. А, тут по размерам. Видите, все. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, надо так, спокойно. Ой, тепленько, так хорошо. Видите, вот здесь даже вот видно, вот-вот, наусочка-ботиночка, видите? Так, сейчас вторую. У тебя тоже заедает пленка? Да. Потому что вот тут так отрезали, вот у меня такая проблема. Это у всех домохозяйств тоже проблема. Мы даже не перерезали, видите, это было даже длинное, что в магазине было. Ну, маленькая, но... Ну, вообще хорошо, пленкой даже крем нанес и пленочкой. Все, а ну, окунаем. Окунаем. А, я хочу побольше. Да, правильно. Остыл пока мы. Хорошо, хорошо. Ничего не остыло. Так. Что-то не такой розовый достал. От моих ног, что ли, цвет изменил? Он есть, там же был еще один. И просто шоу розовенько. Нет, тот, что был перед этим, он был ярко-розовым. А этот, ванилька, больше, это, ну, беленький. Вот они два, старый персиковый. Тут их два, кстати-то. Ага. Ну, здесь Селесия рассказывала, значит, получается в парафине в этом составе, там есть какие-то масла, какие-то там трухомудрые элементы какие-то, которые, значит, кожа, поры открыты после скраба, и кожа впитывает эти все элементы полезные, и потом кожа становится мягкой, да? Эти процедуры для мягкости кожи, да? Или от сухости. Оно и от сухости, и питания, и для заживления. Оно все идет, как бы, оно хорошо питает, заживляет. Ну, и какая-то маленькая ножка столовка. Так. Все. Да, спасибо. Теперь дремария, забираем. Все. Теперь можете читать, можете что-то найти. Вот если ты мне так поднимешь ноги, хорошо? Чтобы они не висели. Ну, я имею в виду кресло поднимает. Красивый цвет кресла. Видите, оливковое, оливковое. Такое, гарное. Все, спасибо, лисунечка. Все. Старала буду так сидеть. Зайчики. Цветок. Ждем. Хочу вам еще раз показать. Смотрите, какая туча. Такое впечатление, что у нас там горы. Видите? И быстро-быстро движется. Дымит электростанция. Нет, ну тут труба дымит на электростанции. Это, по-моему, прокуратура там, где тупится. Красивый цветочек. Так, ну все, теперь буду отдыхать, сидеть. И просто отдыхаете. Такие глярские колеса. Обалдеть. Леся снимает мои волшебные туфельки. Уже не нужны. А может, ножницами произрезать? Сунушь, пленку ты выбрасываешь, она еще не нужна. Сделал такие туфельки и пошел. Ноги не промокать не будут. И так тепленько. Оно дверное. Так оно, слышите? Туфельки, я же говорю, там отпечатки пальцев, ног мои будут. Сделал зиму и пошел, да? А ну, поддавай мне кусочки. Там оно осторожно. Вот видите, какое оно. Вон, даже все эти следы видно. Следы видно. Ай, какая пяточка розовая. У-у-у. Ну, да я же говорю, у меня дети полянки поехали домой. А оно поломалось. Ну, так я шучу, конечно, поломалось. Я только встану, и оно с пальцев слазит. Опа, видите, колечки. Ну, какая-нибудь. Я думала, чем оно будет отдирать его? Увлажнилась нога, конечно. А уже крем не надо наверху? Еще крем будет. Третья крем. Я вчера так грудку куреную разворачивала, сморозил. Крень, сегодня так моя нога. Да, жаль. Да, так что вот такая вот процедурка. Очень хорошо. Все. Хорошее все. Всегда быстро заканчивается. Да. Подлупляла уже все, ботинки сняла. Сейчас крем. Одеваю носочки, ботинки свои. И домой. Чункаю. Вот такие девушки. Видите, Вася тянула туда большой этот клубок. Оно тут плавится, видите. Все, спасибо. До свидания вам. Хороших праздников вам. Может, к праздникам еще не увидимся уже. Сейчас я одеваюсь. Можете голову прийти помыть туда. Все, девочки, до свидания. С наступающим. Леся, спасибо. Пока. Так, пойдемте сейчас. Вот и все. Как будто бы, знаете, тысячу килограмм с ног снял. Прекрасная процедурка. Здравствуйте. Покажите мне еще свой солярий, если можно. Сказали, даже у вас солярий есть. Здравствуйте. Танюш, я солярий. Здравствуйте. Попожу. Здравствуйте. Минуточку. Не, я не буду. Я просто хочу. Я сегодня на солярий не хочу. У меня солярий наоборот, чтобы... Вот, смотрите. Видите, какой... Заходишь сюда, становишься. И выходишь мулаткой. Просто красота. Шоколадка-мулатка. Видишь, сидишь тут. Маленький кабинетик. Прекрасно. Так что, если хотите быть красивыми, приходите сюда, в этот прекрасный центр, и вы будете супер-пупер. А потом вы ходите и пьете сок. Спасибо большое. Видите, все тут... Бижутерия всевозможная. И водичку, и вот все вот средства, пожалуйста. И кофе, и красивые тут такие девочки сидят. Так, все. Так, я иду к терминалу. Ребята, мне сделали новогодний подарочек. Да? Парафинчик-то бесплатно. Так что, вот так вот. Повезло мне. Нет, не потому что это я. Просто, знаешь, вот, наверное, попала. Я же говорю, что мне нужно идти играть в игровые автоматы. Так. Просто терминал здесь внизу. Мы сейчас рассчитаемся. Здесь тут, в Лененном магазинчике. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вас тоже. Здравствуйте. Что такое? Почему не называете клиентом? Сейчас рассчитай. Я на завтра буду. Да, я считалась карточкой отлично, без всяких проблем. Так что, ребята, смотрите, что здесь есть в магазине. Хотите поиграть? Вот, пожалуйста. Дети сейчас не смотрите. Красота, да? Товару море, 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 море. На Новый год. Вот эти одеялка. Всевозможные. А это скоро уже упадет от тяжести. Да. Носок нагрузили. Ой, подушки какие ортопедические. А сколько подушечка такая стоит? Вот это. 149 или 439. Это в номере с памятью. А, это без такого чехла, чтобы хороших хэбэй. Или только такие чехлы? Такие только, да. Такие, да? Вот это с памятью? Да, вот это. А это без памятью? Вот это не с памятью. Ага. Супер, видите? Вот эти подушки, которые я вам говорила. Ну, здесь и сатиновые наволочки. Какие хотите. А смотрите, какой полотенец. То есть не знаете, что купить? Пришли, купили вот такой вот наборчик. Купили полотенечко отдельное. И прелесть. Постельного тут. А вот сундук на свадьбу. Египетская сила. А вот для молодожена. Вы видите, какая красота. А это просто декор. А, она продается. Да, продается. А где тоже. Ага. Вот красивая тоже покрывала. Короче, здесь два в одном. Прекрасный магазин. И белья, и постели. И прекрасный косметический такой вот салон, центр, в котором очень все современно и все очень хорошо. Так что едем. Такое впечатление, что там кто-то стоит. Это просто такая реклама. Вот, смотрите, какое втягивающее тоже. Видите? Так, все, поехали. Витрина снег лежит. Вот, пожалуйста, вышли на улицу. Начало четвертое, уже темно. И вот в белой том, чтобы вы знали, где он находится. Кто будет, приезжайте, пожалуйста. Очень культурные все, такие, знаете, приветливые. Ну, приятные. Ну, это же не так, как она. Так, мне нужно обойти сюда, потому что... Сюда или сюда, чтобы по глубине идти. Немножко прошлись. Стоянки забиты все, поэтому... Так, едем домой. Пасмурно так, противненько так. Сейчас заеду, вот я его, может, куплю. Хлеб у меня есть, может, хурмы возьму. Что-то хочется. Или мандаринку. Что-то хочется, даже не знаю от чего. Чего-то хочется. Видите, дождь начинается опять. Паршивая-то... О, еще и подолохла машина. Может, доеду? Нет, наверх не заеду. Вот так, все, приехали. Тут уже, может быть, холодно. Пусть не нагревается зачатие. Идемте в магазин сходим.